Ивановцы идут служить. Кто и куда именно, журналистам рассказали на пресс-конференции. Осенняя призывная кампания начала свою работу с 1 октября и продлится до конца декабря. Около 76% призванных отправятся служить в Москву и Московскую область, а также в Тульский, Костромской, Ярославский, Тверской и другие регионы страны. Пять человек будут проходить службу на Черноморском флоте. С территории нашей области планируется направить ряды вооруженных сил чуть более тысячи человек. И порядка 200 человек будут направлены для прохождения службы на территории нашей Ивановской области. Это в первую очередь призывники женатые, имеющие детей и призывники, имеющие тяжелое семейное положение. Сотрудники военкомата обращают особое внимание юноши и их родителей на то, что во время призывной кампании резко возрастает количество мошенников. За вознаграждение они предлагают службу в родном регионе. Важно понимать, что это не что иное, как обман. Сейчас в области работает 28 комиссий. Любопытно, что большинство тех, кто негоден по состоянию здоровья, страдают психическими заболеваниями. Психические заболевания. Они составляют порядка 55 человек на тысячу освидетельствованных. Затем заболевания костно-мышленной системы, плоскостопия, сколиозы. Заболевания системы кровообращения. А вот та тысяча юношей, которые все-таки уйдут служить, год своей жизни проведет не только с пользой для родины, но и с комфортом. По крайней мере, это обещают сотрудники областного военкомата. Солдат находится на полном государственном обеспечении. Получает ежемесячно на банковскую карту 2000 рублей. От хозяйственных работ полностью освобожден. В его расписании боевая подготовка в теории и практике, полигоны, стрельбища. Ну и, конечно, личное время. Буквально недавно продолжительность сна солдата увеличена на 30 минут. Если раньше было по распорядку дня 8 часов сон, вот сейчас уже 8 часов 30 минут. На альтернативную службу подано три заявления. Вероубеждение не позволяет этим юношам держать в руках оружие. Они свидетели иеговы. А потому их направят на работу в лечебные учреждения в качестве санитаров. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.